всех приветствую на канале взломостойки двери сейфа компании монолит сегодня у нас очень интересный гость гость который даст именно ответы на вопросы очень часто задаваемая упросил его чтобы он мы сейчас обсудим те вопросы которые часто задают потому что на них приходится отвечать по несколько раз в неделю одни и те же как бы ответы мы зафиксируем это видео и нам будет как бы людям будет проще ориентироваться представляю гостя это олег олег который из изобретатель и производитель замков украинского производства замков филин приветствую олег с олегом я лично не могу точно вспомнить вот но так предварительно где-то с 2000 наверное девятого года наверное вот я помню первое знакомство это было 2009 году олег уже тогда у него были эти замки естественно то есть того времени многое поменялось об этом мы сейчас как раз и поговорим то есть что поменялось как они ушли замки вперед управление замками поэтому начнем с того что этот замок полностью ну вот есть замки допустим гардиан очень схожего формата как управляющие элементы то есть то есть это исполнитель исполнительный механизм он может управляться скажем так ну просто подачи питания 12 вольт то есть и секретность он будет иметь ровно такую какое устройство будет на него подавать то есть если это будет скажем так просто тумблер где-то спрятанный то соответственно секретность будет заключаться в этом если это будет супер шифрованный сигнал который будет там через карта приемник передаваться то есть либо какой-то радио сигнал то это секретность будет такого и то же самое на первый взгляд такого же формата то есть форм-фактор них практически одинаковый но вот с определенными особенностями особенно до особенности сейчас олег вот как раз и скажет в чем преимущество допустим той модели почему они не стали допустим использовать уже готовый вариант который на самом деле это не такой далеко не дорогой замок который можно было бы без мороки просто ставить и управлять его уже конкретно управляем и управление брать допустим молебу мух но все равно пошел путем непростым то есть все получается сам даже запирающий механизм решил производить сам почему к такому пришел олег ну потому что электроника это хорошо ли когда у нас было самого начала электроника улучшалась со временем сначала простая потом более сложная механизмов своих не было не было мыли одноригельные механики но я вот здесь вертушок есть мы тоже сделали вот ну и скажем так сделали механизм очень достойный в плане того что мы его делаем полностью с нержавейки до материала подобрали мы делаем мы разнесли ригеля два вместе ригеля понятно один рез к примеру да один рез да здесь надо больше реально площадь резать да больше надо притвор больше резать это все время согласен ну и плюс длина ригелей хоть она внешне как бы одинаковая но внутри там у нас два раза больше чем здесь ну то что да то что размки будет работать не на излом Nieto Pope галловаяна она на срезание то есть будет работать допустим при воздействии на притвор на слом торе для будет не выгинаться они будут как бы работать на срезании то есть здесь как бы observing он практически здесь и заканчивается а здесь товаре что он еще остается раз варене нетров здесь 20 миллиметров остается внутри знака и нержавейка перепилить в два раза больше времени понятно тратить конечно конечно вот поэтому как бы само время нам продиктовала что надо сделать свою до тенденции до тенденции плюс у нас еще есть мощные четырех ригельными тоже вашего производства наше производство вылет ригелей 32 миллиметра там и для гаражных ворот отлично и все как на сам цилиндровых тоже 32 миллиметра я его покажу чуть позже да хорошо хорошо это вся есть информация на сайте замок невидимка видим каком комьюэй то есть это официальный сайт производителя украинских замков филин значит ну и давай по электронике зачем вообще это управлять да как я уже сказал это может быть образно чуть ли там не если сюда вот ну примитиве рассматривать принцип действия электро допустим люди очень часто зайду в вопрос может электрозамок не поставить и мне всегда допустим 1 то что мне как хочется не спросить что они хотят получить как бы но поставили это замок хотят они получить дополнительную секретность либо неудобства хотят получить либо они хотят получить себе но головную боль то есть просто у человека замок как бы электрозамок это вот как вот я понял у людей какими воспринимают это невидимый замок то есть но это первое то что в момент неожиданности то есть да это то что они как бы видят это момент неожиданности и принципе на этом они все останавливается то есть я как бы но погружение в этот вопрос у них вот на вот на вот это месте она останавливается у них как бы вопрос чем он будет управляться то есть они уже как-то ну начинаю но они даже вот мы об этом поговорим чем она будет питаться то есть но если допустим пропало электричество то есть люди как бы она более так глубоко не погружаться не представили что они поставили замок невидимый и получается все у них сразу же как бы подскочила как бы назовем это взломостойкость двери она сразу же подскочила в разы но моем понимании в моем понимании этот механизм должен быть первую очередь надежный то есть почему я вот как бы немного замком могу рекомендовать вот такого плана замы замков электром электрон электро-механические замков с электромеханических замков то есть их там на самом деле сейчас с китайских масса то есть но я вообще всех и то что мне люди как бы заказчики говорят что давайте тот замок называют я не буду как бы называть их не названия сейчас уже название очень много все они грубо говоря плюс-минус одинаковые но надежность этого всего ну настолько как бы вызывается мнение то-то совать и допустим свои двери я очень рекомендую в отличие допустим от немногих производителей один такой производителя замки филин почему потому что повторяю то есть уже больше десяти лет как бы работает это равно компания очень репутация как бы ну или компания своей репутации дорожить то есть но я не слышал то есть плохих каких-то негативного негатива какого-либо то есть в отношении продукции филин я и у меня не рекламирую я никогда не навязываю но я на ли сами да люди сами как бы я говорю что да вот изучите замки филин то есть они изучают и приходят к выводу что да они они достойны и поэтому а вот теперь мы как бы переходим к тому что чем этим управлять вот допустим электром вот у нас задвижка имеется у нее два провода два провода то есть чем это управляется допустим в самом бюджетном варианте ну скажем так замок врезается в полотно двери выводится провод может можно выводить провод как с торца двери петлевой части для того чтобы дальше этот провод пошел к мозгам да вот можно использовать либо гибкий переход либо контактные группы которые я скрытые до которые при закрывании двери они засмыкаются да 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 это самый изящный вариант надежные контактные группы которые мы в принципе ставим уже 10 лет да да вопросов по ним не возникает по поводу затрону еще по поводу механизмов внутренности да но этого надежности надежности это тоже хотел спросить как вот здесь вот так и здесь здесь стоит соленой нет используется электромоторный механизм из нас но но тут как бы он одинаковый абсолютно но здесь услышится как она работает как вот как шестеренка может прописание да а здесь он именно выхидывается здесь я такого никогда не ощущал как шестеренка тут как шестеренка потому что у нас есть свои на работе мерк конструкция конструкция да да но электродвигатель с редуктором есть там до электродвигатель с редуктором не здесь надежность этого электродвигателя очень высокая за 10 лет у нас ни одного отказа ни одного вот это очень важно да это очень важно что там что здесь да вот они к да вот эти тоже не убиваем и почему его и да я их не рекомендую я их рекомендую потому что они также не убивали но это только исполнительный механизм а вот мы пойдем так же но пока не убиваем и поэтому в плане механики что здесь что там я могу сказать только очень положительно конструкция тоже не убиваем и тогда в принципе дальше идет электроника вы продлили моники это да вот самая интересная спроса что-то более обширный да так понимали люди что электроника тоже вылетает она может вылететь может по статистике такой вылет это примерно ну полпроцента я скажу это немного но пол процента конечно полпроцента поэтому всегда нужно понимать на какую скажем так на какие риски степень риска оценила степень то что ты получаешь либо это не вскрываемая дверь вот либо это дверь без такого замка когда в принципе будет по времени занимать скрытие меньше особенно если у людей скажем так цилиндры более низкого класса не говорю про в топовый мы не говорим о топовый да я тоже благодаря тому что можно поставить более дешевый цилиндр даже я бы и посоветовал бы поставить да самый дешевый цилиндр но имея вот такие механизмы то есть тут уже получается так открыли цилиндр дальше дело не пошло понял и по по способам управления у нас когда мы только начинали у нас был всего лишь так чтобы понять разве да 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 нас был только один способ управления это радио брюк нет это так называемая карта proximity RFID карточки вот как домофон да я понял понял только в отличие от домофона у нас вот какой-то посчитывать этот датчик он скрытый он находится под ртф накладкой и мы просто подносим ключиком туда и электроника дает команду замку открыться вот с этого мы начинали они и сейчас топовые они сейчас тоже это и считается вообще это считается самая надежда у них нет батареек внутри потому что они их не надо обслуживать цилиндр x1r вот сама у него тоже топовая получается именно передача данных тоже на риф карта да рифа дико но там считыватель виден не факт не факт то есть не важно здесь мы говорим о цене то есть здесь мы просто сравниваем решение шель за полторы тысячи евро ну это решение полторы тысячи евро то есть но этот замок стоит один замок стоит полторы тысячи евро она плюс электроникой то 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 она набегает до 2 тыс поэтому здесь мы сравним несравнимые вещи но сам факт что именно способ передачи данных он такой же как был более 19 лет назад до 11 потом мы начали расширять линейку линейку управления именно замков то есть это не просто рифа иди уже было это уже были радио пульты причем это уже были радио пульты с диалоговым шифрованием то есть это уже пульты которые защищены на сто процентов от всевозможных код грабберов а как именно я даже не знаю будем ли мы такое как бы тему поднимать ну условно я могу тогда вскользь дальше дальше следующий тип управления это через gsm управление вот сейчас но это получается не просто дозвонил за номер он открылся были были модели поначалу да что каждый раз просто дозвонился но вот уже год мы от них отошли у нас управление уже более защищенное более глубоко он типа дозвонился потом еще вводят какие-то сначала ввести допустим от 1 до 16 цифр пароль вот и дальше то есть но помимо перестали делать такие модели которые открываются пустым звонком понял понял потому что сейчас сплошь и рядом подмена номера ясно 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 хорошо вот и плюс это не только gsm дальше расширяем список управления это у нас скажем так биометрические системы сейчас будут антивандальные биометрические системы вводиться антивандальные японию поняли да плюс бесконтактные метки так называемые hands free то есть это приближение просто не надо ничего нажимать на брелке может просто иметь в кармане этот брелок подошел как машине подошел а это то что замок увидел метку мы просто делаем манипуляцию с ручкой и замок автоматически открывается то есть как в автомобиле но это как бы да это вот реально и что еще самое немаловажное это автономность работы замков давай попозже давай получаться сейчас о секретности то есть ну за уже собренность закрутим до конца то есть я пару вопросов потом по порядку пойдем получается у автономности да вот по управлению автономности если мы сейчас того секретность если говорить о секретности риф вот эти вот право и демена даров они они их можно копировать на их можно скопировать скажем так а сгенерировать вот допустим раз нет генерировала да здесь вопрос копирования там чуть-чуть это нужно чтобы чтобы этот брелок попал в чужую как бы да а сгенерировать знаю даже где-то отсчитывать вопрос больше сгенерировать не получится но вот это как бы да это самое важно потому что скопировать это но не нельзя его как бы брать то есть как бы но пока не ну если слишком уж глубоко не погружаться вот мы опять же возвращаемся вопросу человек хочет электрозамок он хочет то есть как бы им управлять и дать какую-то дополнительную секретность двери ну там не будем говорить о том что там вот силового взлома пока допустим от того что вот чистого вскрытия секрет 10 лет ни одного у нас ни одного прецедента не было вообще в чистую как бы вот открыли да 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 мало того даже даже с файди такими простыми на первый взгляд копируемые синдром плюс есть же у нас еще модели простые на радио пультах которые тоже имеют ну скажем так ну их не просто там подобрать ну там полтора миллиона комбинаций например но это считается простые ну это это что у нас не было прецедентов в плане потому что дверь с таким замком да это скажем так не открытое пространство это не автостоянка это многие боятся что ограничения во времени то есть кто-то поймал какой-то код от брелка неизвестных каких-то да ну поймал код от брелка да где откуда он прилетел на нем же не написано номер квартиры там и номер дома и номер улицы правильно поэтому даже такие брелки это это они все оправдали себя оправдали теперь опять же то есть продолжаем то есть вот человек хочет дополнительную секретность олег правильно сказал он сказал как-то это не утаил то есть он сказал то есть это можно решить получается топовым цилиндром там за 15000 за 10000 гривен то есть поставив цилиндр то есть ты принципе секретность то получаешь который тоже можно не бояться что пришли там чистую открыли но здесь вопрос электрозамка это то что в нему как бы ну нет во первых он может быть служить как неизвестное то есть но уже подошел как бы двери подошел броненакладку посмотрел ты уже понимаешь какой цилиндр ну и принципе уже понимаешь к чему готовится то есть там сверлить его либо это здесь допустим подошел к двери такого замка его никак не видно даже есть но а потом уже начинает и по корпорально олег но и полностью согласен перешел уже даже ты знаешь что там электро замок то это уже надо как-то ловить этот сигнал как-то его генерировать это уже совершенно другая то есть вариант когда ты видишь цилиндр хотим за 15 вот за 10 пошел его сверлить и ломать то есть все уже зависит от двери в любом случае то есть по по дверям то есть это очень универсальное устройство вот вот этот замок так когда причем если добавить второй механизм вот такой но это как бы прижать углы можно дверь вверху и внизу прижать углы то это уже на порядок его и можно как бы компенсировать дверь то есть да не в каждую дверь имеет даже смысл ставить цилиндр за 10 и вот это как бы тоже можно вот именно подчеркнуть вот такой важный момент ставить цилиндр там за 10 за 15 за 8000 гривен в большинство дверей вообще не имеет смысла а добавить электрозамок он все равно то есть разница вот именно по вложенным средствам там вложенным там сейчас мы к ценам перейдем там 200 300 долларов либо в электрозамок либо 200 300 долларов цилиндр то полученный результат у значительно будет в сторону именно электрозамка он будет больше то есть по сравнению с вложенным там в цилиндр в двери которая там ну никакая скажем так дверь либо средняя дверь электрозамок все но даст ей больше сумме защитных свойств это сто процентов теперь допустим к тому что вот способ передачи данных мы обсудили то есть карты то есть это радио брелки это gsm который уже кроме дозвона он еще и какой-то передает к ну код это уже совершенно еще немаловажно еще gsm есть возможность поставить датчики как наши фирменные датчики замочной скважины да да есть когда и датчики вибрации на страдочке вибрации про красные датчики замочной скважины которые сообщат владельцу да да попытку да да начала даже эти механических замков я понял понял да в отличие от того когда обычные датчики у пультовых охран и так далее уже при открытии двери срабатывает только когда уже две открыто вот то есть но здесь же выигрываем как минимум очень много времени понятно мы согласен да то есть в этом плане да то есть еще как бы вот это подытожим получается если уже рассматривается gsm вариант вот этого замка gsm в резцам то есть датчик это мы его специально включили в комплект уже есть готоваясь готовая коллеги все идут с датчиками потому что ну как бы только управление открыть закрыть с телефона как бы ну понятно понятно а вот информационная скажем так составляющая то есть снимать информацию снимать информацию о состоянии тревоги или например получать информацию сервисную например когда ребенок пришел со школы на поняк он открыл замок а вы получаете смс что ваш замок открыт это сервисная и и просто открыть закрыть с телефона там на расстоянии тоже полезно согласен а плюс еще плюс еще вот допустим там модели прошлого года конца прошлого года это уже интернетовские управление интернетовская через приложение например вайфай получается там модуль стоит вайфай модуль домашний роутер ну понятно можно тоже самое с телефона но не уже не через чсм канал через приложение получать тоже открывать закрывать замок дистанционно понимаю то есть мы сейчас я хочу сразу сказать что мы не говорим именно глубокий философских вопросов там сейчас понятно можно начать рассматривать что это вообще как бы роутер взломали туда залезли как бы это все как бы но мы не мы не будем сюда лезть то есть но если так как бы рассматривать то но можно я же повторяю то есть управлять замком можно вы просто сюда подсоединить 12 вольт в разрыве поставить тяжелочку кнопочку спрятать ее то есть это который это будет говорить он будет говорить что эта кнопочка это надежнее чем вы все это в интернет выбрасываете что через это как бы но не те вопросы которые здесь будут обсуждаться то есть это это не то то есть но можно было бы то вот простой способ лайфхак для для вот таких умельцев ставится 12 вольт ставится геркон то есть буквально смысле геркон или под панель или даже к примеру там простейшая там автомобильная сигнализация управления центральным замком да да даже дело в том что электроника вот почему свою электронику для этого разработали потому что в нашей электронике предусмотрены системы защиты от того же там разряда аккумуляторов предусмотрено что если аккумулятор приходит негодность у нас автоматически замок разблокируется у нас есть пожарные в замках есть пожарные датчики то есть если в помещении пожара замок закрыт он откроется но это философия да то есть сейчас вот это мы вынесем последним пунктом вот это как бы но с точки зрения уже как пиковой защиты конечно вот это все что перечисляем она как бы может сыграть в обратную на живую тут вот мы начнем подытожим по вот этому как бы шоу в интернет там шоу вот это открывается но просто поставить геркон в каком-то месте поднес магнит но замкнула ты по замок открылся можно как быть можно и так устарить и это да не выкладывать никакую информацию в интернете подсоединяться к роутеру но при этом то есть это ну разные вещи но даем это на выбор да да человек сам выбирать и поймете вот механизм да 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 либо этот вот есть механизм который он исполнительный к нему можно что угодно то есть подсоединить поэтому мы сегодня именно обсуждаем что можно подсоединить плюсы и минусы того или иного как бы варианта подключения и и что самое важное мы как бы поговорим о ценах всего этого то чтобы человек тоже понимал насколько это все выйдет мы вот зафиксировали то что самый максимум самый максимум что может быть он может полторы-две тысячи евро стоит тут мы как бы себя ни в чем не ущемляем вообще ни в чем если мы допустим в этом ущемляем себя в чем-то в этом мы уже получаем больше чуть-чуть допустим добавив еще там 100 долларов мы получаем еще чуть больше там еще там 200 мы получаем еще чуть больше то здесь мы как бы заплатил 2000 полторы-две мы получаем как бы все максимум но то есть надо тоже отталкиваться от цены то есть но не всегда можно заплатить полторы две тысячи и получить все и не всегда это как бы все как бы и надо то есть то что человек хочет получить это невидимые как бы замок то чтобы он был надежным то есть то чтобы у него была секретность то есть но соизмеримая стоповым цилиндром не то что там ее как бы не не вскроет не фсб не сбу не фбр то есть это уже да 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 это как бы это уже чуть другое как бы но в плоскость другую переходим поэтому в моем понимании то есть но электрозамок это первую очередь должен быть надежным во вторую очередь он вот это иметь секретность топового цилиндра и вот это что третье мы переходим сейчас вот и на этом тоже хотел бы уделить очень внимание то есть в автономности работы то есть потому что вот это как бы то что мы рассмотрели блок питания сюда геркон то есть пропало электричество ты пришел и прикладываешь свой магнит супер там как бы простая то есть система все я на все ничего не откроется то есть но ничего то есть я пропало электричество все домой ты не попадешь появилась электричество да ты зашел домой поэтому вот это как бы третья составляющая но моем лично понимание вообще ну исходя из собственного опыта это то чтобы автономностью конечно я замки которые пропало электричество и он открылся но вот здесь не так но да да удерживая да 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 и это но я бы захотел закончить что это не ну с какой-то точки зрения это неправильно если замок не рассматривается как не просто для удобства что пойдешь с коляской не хочется доставать ключи нажал кнопку мама какая-то открыла дверь то есть закатила коляску она за ней закрылась то есть это как бы это не про секретность топового цилиндра это чисто про удобство то есть то есть удобство секретность и третья составляющая автономность вот по автономности что вот я неправильно ты меня поправил получается но в твоем понимании моем понимании вот это называется автономность а в твоем ты как сказал моем понимании автономность это есть такое понятие как бесперебойное питание бесперебойное есть такое понятие как полностью автономный замок автономный это который может без сети 220 работать типа как на батарейках. Батарейки обеспечивают полностью автономность от всего остального. Поэтому у нас есть замки и такие, и такие. А второй вариант, то есть не автономность, а какой ты сказал, как это называется? Как ты их называешь? Бесперебойное питание. Блок управления замком с аккумулятором, грубо говоря. То есть он питается все время от сети 220. Если пропадает сеть, он переключается на аккумулятор. И таким образом может работать, ну скажем так, у нас есть модели, которые работают 4 дня, грубо говоря. Есть модели, которые работают до 8 месяцев в автономном режиме. То есть пропало электричество, 8 месяцев еще поработает в автономном режиме, будет открываться с брелка, закрываться и так далее. Мало того, он еще и оповестит вас, когда пропало электричество или когда оно появилось. Понял. Я хотел сказать, что это скорее всего просто без GSM модуля, он еще даже и GSM модуль. Даже при такой автономности, ну опять же, вот я именно буду называть это автономность, потому что я как-то для себя это именно выделил, вот это свойство как автономность. Скажу так, я не рассматриваю замки, наши замки Глебен, которые не имеют автономности. У нас таких моделей нет. У нас все модели, они автономны, грубо говоря, они могут работать без электричества. Потому что это вот эта третья составляющая, без которой не может электрозамка быть. Вот эта третья составляющая, да. Да, и что самое, скажем так, важное, что многие делают электрозамки и используют, например, тот же бесперебойный источник питания. Я понял, да. Вот, у нас этот бесперебойный источник питания, он еще на программном уровне заложен таким образом, чтобы сообщать о времени, когда нужно в нем поменять аккумулятор. В обычных бесперебойных источниках питания аккумулятор умер, никто об этом не знает. Ну, там что-то где-то будет пищать в кладовке, понятно. Оно даже пищать не будет. Ну да, может какой-то суперпродажминуты. Оно даже пищать не будет, потому что те блоки питания бесперебойные, их нужно обслуживать, их нужно каждые 2-3 года менять просто аккумулятор. Да, да. А как правило, люди об этом просто забывают. И вспоминают только тогда, когда электричество выключилось, и замок перестал вообще функционировать, он закрытый, он остался. Ну, согласен. У нас такого не будет. Ну, как бы вот этот вопрос, он такой немножко мне как бы, ну, по уху резанул. То есть, ну, вот, как бы нарезанул по уху в том плане, что вот это нагрелся замок, он открылся. Ну, типа при пожаре. Нагрелся, это не замок нагрелся, а блоку мозги, которые, они никогда не нагреются просто так. Ну, понятно. До 70-80 градусов. Хорошо. Это только когда будет пожар, тогда они нагреются. Хорошо. А так они никогда не нагреются. И второе, то что резануло, поэтому, что когда, допустим, аккумулятор в негодность, он сам открылся. То есть, ну, он именно не так, что он именно не закрылся в последний раз, он именно откроется в какой-то момент, когда вот посчитают, что электроника, что аккумулятор как бы, ну, на исходе. Она еще начнет издавать звуковые сигналы, еще предварительно будет издавать. Ну, понятно, но это уже чуть лучше, да. Но при этом будет еще замок, можно будет им открывать, но когда аккумулятор умрет, ну, просто мы замок закрыть не сможем. Закрыть не сможем. То есть, открыть не сможем. То есть, открыть не сможем. Да, да, да. Закрыть не сможем. Ну, да, да. Вот это как бы, да, в основном у всех так реализовано. Поэтому, что значит, все три составляющие, которые от электроника, да ничего, ничего, переживали. То есть, ну, пока что, потому что, может, оно где-то есть, но вот именно по болям, человеческие боли, они вот именно основываются на трех болях. Это какая секретность, какая, получается, ну, то есть, автономность и надежность всего этого. Вот это, как бы, в принципе, все подняли. То есть, включил, да? Получается, ну, тогда, получается, подытожим, то есть, наверное, вот именно подытожим, то есть, уже конкретно по цифрам. То есть, что, сколько будет стоить. Можно в конкретных цифрах, можно в соотношении, там, вот этот стоит, к примеру, столько, этот в два раза больше, чем этот. Кстати, у них цена одинаковая. Не, не, я имею в виду, что там... Хочу полегать, да, по ценам, скажу, сказать, так, самые простые модели, они, скажем так, чем отличаются от более сложных, тем, что вот в простой модели, там, просто открыть и закрыть. Да, радиопульт, открыть и закрыть. Больше никаких функций там нет. Сколько брелков можно туда, как бы, ну, какое-то ограничение есть? Туда можно, по-моему, там, до сотни брелков. Ну, то есть, много. И, следующее... Нет, и сразу подытожить, то есть, я просто, чтобы сразу людям было понятно, то есть, какая примерно будет секретность этого, соизмеримая, там, шлагбаумом, съезда во двор, допустим. Секретность холодильника, который пиво продают, вот это стоят, как ларьки, и вот эта продавщица там открывает вот это вот радиобрелком, то есть, вот этот электрозамок, но у него же никакая, получается, секретность у того, что холодильники с пивом открывают. Ну, понял, за что я говорю? Ну, вот эти, типа, с водой, да. То есть, ну, вот, более защищенный, то есть, сигнал будет, по сравнению, допустим, если с такими, как бы, сравнивать. Ну, там же, там же, если брать самый простой, самый простой забор, то там полтора миллиона комбинаций, что там, что там. Что там, что там, то есть, ну, и считать его примерно так же, и сгенерировать, и, ну, считать, и сгенерировать тоже примерно будет у них одинаково. Да, вопрос только, вопрос только в чем? Вопрос только в том, что, где есть киоск, или там, тот же автомобиль, это открытое пространство. Да, да. Вот для квартир, это, ну, скажем так, совсем противоположная штука. Понятно, понятно, все, это важно, да, важная информация. Такая, такая, такие модели, они, там, ну, скажем так, от 170 долларов. Ну, вот, и сам бюджет, то есть, это очень бюджетный вариант. Следующая по моделям, это уже более секретная комбинация радиопультовки, это диалоговое шифрование, которое я могу сказать точно, что никто. Вот это, как бы, очень интересно, сейчас по этому более подробно. Я просто подытожу, что 200 долларов, мы получаем замок за 200 долларов, полностью автономное устройство за 200 долларов, он автономное, полноценное. Я хотел сказать, еще и автономное устройство, он еще и при этом, как бы, при потере электричества, он не выключится. Нет, не выключится. Все, то есть, мы получили, допустим, за 200 долларов, что мы можем за 200 долларов по цилиндрам получить? Это мы, там, ну, это какой-то, там, мультилок, получается, интерактив плюс, то есть, который условно вскрываемый цилиндр. Там, и SEO R90, там, наверное, даже, ну, не даже за 200 долларов, ну, даже, наверное, возьмем. Либо какой-то, там, облой на VL, то есть, ну, грубо говоря, мы даже практически до топового цилиндра, но, опять же, это мы получили только цилиндр. А здесь мы получили полностью все устройство, которое закрывается, управляется. А что такое цилиндр, его надо в что-то вставить, чем-то закрыть, то есть, это, как бы, ну, разные вещи. Поэтому за 200 долларов мы можем собрать только замок с самым простым цилиндром, по факту. То есть, ну, по факту, приближать... А если еще защищать замочную скважину накладками магнитными, там, десеками, да? Да, это мы даже не купим одну накладку за эти деньги, да. Нет, нет, тут даже здесь мы просто... Хоть я хочу, вот, люди, чтобы они подчеркнули, что они могут получить за бюджет от электрозамка, за 200 долларов и от механического замка. Нет, кстати, можно, допустим, поставить замок, там, какой-то барьер, премьер, да. И он, как бы, с фреской, со всем, он где-то выйдет, там, к примеру, те же деньги. Но это, как бы, видимый замок, который имеет, там, ключи, то есть, поэтому, все. Я, и вот это, как бы, я хотел... На этом скважина, она, как раз-то, и слабое звено любого замка, дорогого, это, или дешевого, это. Поэтому замочные скважины пытаются все закрыть какими-то шторками, какими-то еще приспособлениями, чтобы туда нельзя было добраться. Согласен. И вот это, что самое еще важное, то есть, это удобство. Я же говорю, вот это, как бы, ну, на самом деле, вот это секретность, мы все о секретности, о надежности. А вот о удобстве, на самом деле, то есть, ну, то, что самое дорогое, по факту, выходит, это, ну, одно из самых дорогих, это не секретность и надежность, а это еще даже удобство. То есть, брелок, раз, открыл, то есть, поэтому здесь, допустим, там, если у тебя, там, особенно, там, мамочки ходят, там, с колясками, то есть, открыл, закрыл, получается, это тоже удобство. Поэтому зафиксировать, 200 долларов, это полноценное устройство с автономностью, надежностью, с очень хорошей секретностью. И следующее решение идет уже радиобрелоки, но уже вот эта система более интересная. Следующее с диалоговым шифрованием брелки, коротко так, это, как они работают. Постоянно меняют код, да? Нет, нет, меняют код брелки с плавающим кодом, так называемым. Вот у них плавающие, они каждый раз выдают разный код, просто. Они выдают код в одном направлении, то есть, получается, мы нажимаем на брелок, и этот разный код, каждый раз разный код, посылается на базу. У нас здесь, в наших брелках, они база и брелок обмениваются информацией друг с другом. И только после того, как они обменяются этой информацией, после этого мозги выдают команду открыться замку. Ни один код граббер, ни один код граббер не будет с нашей системой, программным обеспечением, потому что наша система его просто не увидит, она ему не ответит. Она ответит только нашему код, поэтому такие пульты сделают в шифровании, они являются самые защищенные. Поэтому мы переходим в плоскость именно супертоповых цилиндров, то есть, по секретности, сравнивая механический замок и электромеханический, мы переходим в область уже там Дом Диаманты, ВМС, цилиндры, которые уже по сути за 10 тысяч гривен, там от 10 до 20 тысяч гривен уже стоят. Хорошо, вот это зафиксировали. И то есть, он управляет либо таким, либо еще большего формата замком. Да, либо, что интересно, в наших системах электроника может поддерживать, ну скажем так, 4 механизма вот таких в одной двери. Это может быть 2 механизма в сторону замков, замочная часть, и может быть 2 механизма в сторону петель, например. Но я понял, да, я понял. 4 получается, они примерно по 200, по 2 ампера примерно берут. Да, по 2, то есть, 8 амперов, воссийжек электроников может поддержать эти 8 амперы, и они будут нормально ходить. Понял, понял. Хорошо, то есть, это получается, теперь вот цене, то есть, сколько бы, мы просто будем говорить на примере вот такой задвижки, потому что мы потом скажем, ну я, если не забуду, поинтересуюсь, сколько будет большого формата задвижка, но вообще мы будем все, пример, вот 200 долларов, именно на базе вот такой задвижки. да да следующее то есть сколько будет вот это как-то решится с более продвинутыми радиобрелоками на таком же механизме с радиопультами и кстати там уже идет в комплекте уже идут идет сигнализация с датчиком замочной скважи она обязательно идет то есть или как она идет в комплекте мы посчитали что скажем так брелок это хорошо а еще сигнализация это как бы еще лучше как датчик она просто сама по себе пищит или передает куда-то сигнал она просто начинает подавать звукового сигнала ли в тех моделях которые без gsm а не вот именно мы следующую модель отдых 200 долларов следующая следующая модель там 260 например до 250 200 долларов что она дает она дает управление вот таким механизмом она дает по более защищенному сигнала она дает диалоговое шифрование и она дает сирену в двери плюс датчик то есть если если попытка происходит вскрытие замка она просто отпугивает того кто ковыряется там понял 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 следующее тоже автономное решение автономная дальше уже идут gsm gsm хорошо время gsm значит сейчас gsm gsm то есть это уже он приходит и отправляет то есть уже можешь удаленный открывать закрывать можно удаленно менять пользователи на рано можно даже вот так и это уже ходит следующие получается важно мало того во всех городах есть возможность перекодировать сами владельцам например брелки да я понял пример если у нас топовый какой-то цилиндр да мы потеряли ключ что мы делаем мы меняем я об этом обязательно сказать я опять же плоскости сравнения мы к этому перейдем здесь здесь мы просто удаляем из систем пользователя пользователя и либо всех и прописываем по новой брелки то есть потерянный ключ никак не откроет и идет учет какая-то статистика ведется вот в этом gsm или это какое-то еще следующее то есть если эти по сведениям статистики а там приходил там или она просто эту статистику можно поднять со смс смс можно поднять в gsm с смс когда да 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 в вай файном замке а это уже за журнал он уже выйдет после вот по ценнообразованию вот этот gsm и вай фай они идут примерно одинаковые либо что дороже мы немножко дешевле немножко того что там нет функции уведомления на телефон охранной сигнализации там идет а через интернет она может нет тоже не может ну то есть давай тогда сейчас получим удовольствуем что там можно там ведется журнал забыть да можно замку замку дать скажем так расписание когда его время открыться когда ему открытся автоматически вот например приходит допустим борщица тогда помощница помощница по дому он открылся там в 10 утра и там в 12 дня закрылся по не понял хорошо да это конечно же высший пилотаж точки зрения получения таких результатов это уже только раз ей же можно дать доступ по приложению кто может дать хозяин и он может в любое время дать доступ так и забрать то есть это у нас идет третья получается позиция то есть по ценообразованию сколько она выходит то есть вот там порядка 270 ну короче 300 в рубля дула этот 200 250 300 долларов то есть и самый получается дорогой идет это gsm получается то что мы немножко сейчас сказали это то что приходит смс ки это то что можно с телефона получается позвонив то есть открыть замок закрыть дело том что gsm да да на самом деле пока что на сегодняшний день является надежнее интернета да безусловно потому что роутер пропал электричество опять же все пропало поэтому да вот это вот и правило подметил да это я за это забыл мало того gsm покрытие гораздо больше чем интернет покрытие гораздо да 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 я полностью с тобой согласен да это очень важная информация да это надо подчеркнуть что gsm то есть выходит то есть автономность вайфая получаю именно в замка под управлением вайфая она упирается в опять же в то есть наличие интернета то есть а это уже как бы не рассматривается как ну нет не полная автономность поэтому значит вайфая это хороший вариант с точки введения статистики допустим если это какие-то учреждения пример потому что очень часто допустим электрозамок нужен как контроль доступа и ведение статистике статистики его тот кто пришел на работу ушел то есть вот это имеешь ввиду то есть карточка будет допустим если открываешь карточкой он будет журнал заносить как именно тот пользователь открыл доктор журнал да этого для учреждения вот это третье вариант это на рочи так это не наши не только милой цифика не ваша новая направление ваша типа частный до часто частный клиент данного а вот это больше вот я еще вы решу вот это больше плоскости как бы контроль управления доступом это больше учреждение то есть поэтому да вот это наверно 3 этот вариант он не совсем как бы на 1 перейдем четвертому вот этому варианту то что решили чисто gsm сколько ты решила кого сколько gsm будет выходить то есть максимальная комплектация максимальная стоимость это порядка там 450 450 но это с учетом инфракрасных шторок на ключевые отверстия это с учетом сирены или не с учетом серия полный да 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 а если вот именно раз она будет расти например как она может расти но если больше если больше точек запирания он большего размера то добавлять больше механизмов докупать пульты радио понемного а давай этот кому-то два пульта в комплекте от обратного да извини перебью то есть от обратного сколько вот именно вот именно если вот узконаправленная то есть такую комплектацию то есть это вот один такой электроригель управляемый с gsm как бы вот этим устройством два брелка и получается принципе ну и все на этом можно становиться или обязательно нужно дополнительно сирену вот эти датчики то есть сколько примерно такой в 400 долларов войдет такой комплект дешевле даже дешевле по 300 и возьмет в 300 даже чуть больше 300 до досмотреть на ясной на сайте все это есть да я просто вот для понимания то есть мы градацию цен то есть от 200 от 170 ты говоришь уже полностью автономная за 200 200 за 250 долларов это уже серьезное решение получается которое уже шифрование брелков то есть но и принципе который уже соизмеримо стоповым цилиндром а вот по плюсам то есть по плюсам как правильно сказал олег то есть потерял ключ получается топового цилиндра и все то там можно перепрошить брелки и принципе дистанционно дистанционно даже да хорошо это получается есть то есть и опять же мы уже допустим вот эту цепочку сравнения то есть вот этого замка с механическими мы ее наверно потеряли на первом решении потому что мы могли не надо сразу до их война получая дополняют друг друга и туда получается они уже говорили уже это панацея мы не можем говорить за 300 долларов когда мы получили решение то есть то мы уже получили его секретностью цилиндра там за 400 за 500 долларов за за 500 долларов и при этом это нужно и пластины броненакладки полотно замка то есть это а вот ну из но при этом я как бы все равно то есть не могу не упомянуть с точки зрения объективности то есть у всех как бы людей да вот именно механический засунул туда ключ не поворачивается легко с усилием провернул ты его открыл то есть и все вот это как бы у людей вот эта сторона она как бы в сторону механических замков она всегда вот как бы более понятно до более понятная она всегда может перевешивать то есть когда человек начинает лезть вот эти как бы дебри по почему я снял хотел вот это видео снять чтобы возможно люди как бы его просмотрев она конечно я не надеялся же на получится кратко потому что мы абсолютно не готовились к нему мы просто вот так сходу сколько она вышла столько вышло но у кого хватит терпения в принципе все поймет но он реально то есть я считаю просмотрел это видео можно взвесив все за и против уже принять решение идет сюда он уже придет реши примет решение он на чем ему остановиться механически да это сунул ключ пусть он там через двадцать лет уже работает двумя руками она проворачивает но он еще последний раз откроет его и поломает поломает ключ и там как-то попадет то здесь допустим да я согласен то есть вот этот механизм он вечный то есть вот эти как бы они вечные они кстати ну они обмекаться у них ресурс примерно такой как у защелок в легковых машинах ну либо вообще какие-то то есть я и вот эти защелки они скажем так ресурс мы тестировали ресурс да 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 ну и больше 150 тысяч циклов это уже максимум производитель гарантирует 200 тысяч в принципе на эти 200 тысяч до 150 это максимальный вот и у любого замка которые здесь лежат в частном порядке это не офис за раз в день открывается дверь 10 раз это лет это больше это не 30 не я вообще вот любой замок самой высшей степени надежности самый дорогой там чиза мультилок и с матура у них самой высокой степени надежности 150 200 тысяч циклов это вот их не потолок и дальше они тоже не лезут то есть никто не делает вину вечно не надо то есть конечно это считается уже максимум поэтому а вот дальше то что идет это уже имеет как бы ресурс то есть полупроводники там какие-то конденсаторы то есть это может какую-то поэтому вот мы перейдем то есть кофту к тому как это но можно допустим чтобы люди были более-менее спокойны что как бы мы навряд ли их успокоим этим но в принципе то есть по статистике мель полпроцента этом не более чего никогда вот именно не более чем можно же иметь дождь процента и взял да это на самом деле даже вот цилиндр то есть вот самый прикол то есть вот вижу самый прикол вот цилиндр который там стоит четыре пятьсот где-то долларов то есть ну вот у него тоже вот я сталкиваться с тем что один раз то есть это было это как бы ну то сегодня естественно поменяли все это я тоже посчитал примерно полпроцента то есть лотоссель цилиндров у которых тоже самое ключ то есть не поворачивался то есть был глюк такой то есть раз он не поворачивается то есть но завод на заводе была отмечена бракованная партия в тысячу штук и вот этот цилиндр попал в эту как бы тысячу штук бракованной партии то есть моем как бы объеме это примерно тоже составила где-то считал где-то полпроцента то есть ну всего то есть всех цилиндров которые дали сбой поэтому это примерно соизмеримо поэтому это чисто психологический барьер да ну первую очередь определиться с то что хочет получить человек до за 200 долларов он скажем так может купить себе не скрываемый там цилиндр облой там моего туда-сюда но он не получит удобства не получит получается смены как бы какой-то секретности он потерял ключи от топового цилиндра то здесь как бы это несоизмеримые вещи здесь перепрошил что-то как бы переделал то есть здесь более как бы возможности больше поэтому в принципе по всем вопросам поднялись то есть ну и может быть немного лирики то есть но я вот как бы предлагали лику и немного фантазии то есть возможно но не войдет в это видео то есть но вообще то есть я вот когда ты перезвонил что подъехал то есть я вернулся я вот думал блин четко бы чуть пораньше предупредил бы чуть там подумал бы хотя бы шо и как и вот мне такая как бы дева сиди которая ко мне вот именно по пути сюда она родилась возможности если вот всегда что тебя идет как бы развитие то есть не останавливается то что я в этом где 12 11 12 лет назад то что я видел решение они были другие совершенно тиша 5 лет назад были тоже другие решения то есть ну каждый раз идут новые решения то есть не не думал ли ты то есть но не не проскакивали у тебя такие ли мысли о том чтобы еще была там возможность там какого-то то есть механического открывания с внешней стороны то есть либо это как бы противоречит той концепции которую ты ведешь той линии то есть противоречит я вот это тоже за это думал то есть она противоречит она просто но в твоем понимании как я понимаю то есть это но это абсолютно правильно то есть бюджет допустим либо вкладываешь в электрику либо в механику вкладываешь то есть и здесь приходится если туда и туда вот это как бы цель размывается то есть и по сути если бюджет ограничен то и не то не то не получается как бы достойным образом а так если фокусируешься чисто на электрике как ты допустим приводил пример можно допустим цилиндр рассматривать невысокой секретности ами на конце акцент сделать на электрической части датчики поставить уведомления то есть все это как бы и второй как бы путь развития события это чисто уйти в механику которая по факту то есть чтобы ее заменить она минимум два раза будет стоить дороже то есть минимум два раза то и больше несколько раз дороже но вот если бы такой так чисто с точки зрения фантазии был бы какой-то там цилиндрик вот там типа как эфа даже который там даже не рассматривался как чисто открывается но опять же к нему есть ключевое отверстие то есть его можно как бы повредить с одной стороны даже фантазировать сложно фантазировать даже потому что те замки которые электрозамки да которые например там с биометрикой да или например с какой-то кодовая клавиатурой ада которая можно там год набрал и да да далее все это ну уже против уже противоречит потому что наша наша концепция это абсолютно невидимая абсолютно скрытая это это должна быть должен быть сюрприз неожиданность что здесь вообще не понимаю понимаю то есть да я понимаю то есть но я согласен да но я я так и дну и как бы я не сомневался же у тебя именно такая точка зрения но есть как бы решение которые и получается ну вот как я вышел вот эти вот супер дорогие и сел то есть то там же и цилиндр вставляется и можно выставить можно не ставите же и большинстве случаев на самом деле его еще и ставят цилиндр то есть при том что он может вообще как бы не иметь никаких ключевых отверстий но он почему-то но тоже вот чем и прикол то есть почему рюшок ты думаешь как в этом направлении но как подсказывает допустим веяние допустим и потребность то но опять же может быть это то что в этом как бы ну вот в таком уже супер топовым цену мне по зоне всегда ставится еще и цилиндр то есть вот его но обязательно ставится иногда да у него еще там ставится магнитная как бы накладка но сам смысл что все равно у людей даже там при бюджете это же мы же говорили допустим за только сам замок там полторы две тысячи евро а еще к нему будет стоить цен цилиндр там 300 500 евро то есть но а еще и магнитная накладка то есть по факту это еще там грубо говоря плюс 1000 евро то есть все равно еще как бы и в эту лезут то есть еще и механическую часть ну да и видишь по факту выходит очень дорого поэтому согласен то есть вот это решение но его надо рассматривать как чисто с наружной стороны никаких ключевых отверстий никаких как бы ничего ничего ну хорошо тогда принципе обсудили благодарю что твой приехал я тебя вот несколько раз зазывал вот именно чтобы мы обсудили вот именно вот эти все больные моменты больные моменты это как по функционалу так и по стоимости чтобы их зафиксировать и принципе да все остальное уже да есть на сайте в свободном доступе очень все это есть но вот мы мы возможно не так кратко но хотя бы попытались уместить вот выйти там не знаю сколько минут 20 или больше чат сколько по времени сколько думаешь все 5 до хрена ну блин ладно уже короче самые самые получаются стойки может быть просмотре все это за благодарю олег тогда все хорошо тогда туши то есть поэтому мы можем на начало и переписать